Это Актуальное интервью. Здравствуйте, я Марина Захарова и мы говорим коротко о важном. Сегодня у нас в гостях министр финансов Республики Саха-Якутия Валерий Жандоров. Валерий Алексеевич, я вас приветствую. Добрый день. На недавно завершившемся заседании парламента был скорректирован бюджет государственный. Скажите, какие существенные изменения претерпел наш государственный бюджет? На заседании государственного собрания ЛТМН была рассмотрена корректировка бюджета 2017 года. В результате этой корректировки доходы у нас составили 189 миллиардов, а расходы 195 миллиардов. Я считаю, что суммы существенные, при этом дефицит у нас остался на том же уровне 6,3. В этой корректировке мы постарались сохранить все первоочередные расходы и сконцентрировать средства на приоритетном направлении. Одно из них это выделение предприятиям жидко-коммунального хозяйства субсидий на недополученные доходы в связи с государственным регулярным тарифом для населения. Это на сумму 3 миллиарда 680 миллионов мы увеличили эти расходы. Кроме того, в рамках переориентируя некоторых направлений в инвестиционной программе, она осталась в объеме 17,7 миллиарда. Мы добавили средства на предоставление жиря детям-сиротам на 290 миллионов рублей. Также дополнительно были выделены средства на перинатальный центр 411 миллионов рублей. Кроме того, мы учли и 618 миллионов рублей, поступившие из федерального бюджета. Основная сумма там свыше 300 миллионов рублей это на компенсацию по жидко-коммунальным услугам льготным категориям граждан. В целом бюджет сохранил свою социальную направленность и касался переориентации на приоритетные направления в этих направлениях. При этом надо сказать, что налоговые доходы мы сократили на 3 миллиарда 195 миллионов, базируясь на том фактическом поступлении за 9 месяцев и наших прогнозов до конца года. Но при этом неналоговые так называемые доходы, в основном это за счет дивидендов от компании «Алроса», мы увеличили на 20 миллиарда рублей. Вот такие были основные корректировки. Вы сказали об инвестиционной программе, какие направления в этой области будут признаны приоритетными на следующий год по инвестпрограмме? Да. На следующий год по инвестиционной программе предусматривается 10,5 миллиарда рублей, из них за счет 1,5 миллиарда за счет федерального бюджета. Основной приоритет – это ликвидация второй очереди в общеобразовательных организациях. На это у нас предусматривается на 2018-2020 год, на следующий год трехлетний бюджет также принимается, 767 миллионов рублей. Кроме того, на средства онкологического диспансера на трехлетний период у нас предусматривается 1,2 миллиарда рублей. Этот проект мы начинаем в следующем году интенсивно финансировать, в том числе за счет и средств федерального бюджета, и безвозмездных поступлений от наших государственных организаций. Кроме того, остается также важным направлением – это в области жилищного строительства. Да, основную сумму там будет занимать предстояние детям-сиротам, и на следующий период это составляет порядка 1,3 миллиарда рублей на трехлетний период. Кроме того, мы продолжаем также финансировать государство частного партнерства по строительству детских учреждений, детских садов, 22 детских садика, 4 школы, 1 культурный центр. А на этом мы предусматриваем на трехлетний период около 5 миллиардов рублей реализацию государственного частного партнерства тех соглашений. Надо сказать, что в этом году будет введено уже 8 объектов из этой программы. В следующем году также мы ожидаем около 10. И завершится она в 2019 году данная программа по дошкольным образовательным. В этом году на реализацию концепции повышения заработной платы работников учреждений бюджетной сферы и минимальной заработной платы в республике предусмотрено 2,9 миллиарда рублей. Сколько заложено на эти цели в проекте государственного бюджета на следующий год? Да, безусловно. То есть реализация задач повышения оплаты труда в соответствии с майскими указами президента Российской Федерации является одним из приоритетных в каждом субъекте Российской Федерации. В этом году, вы правильно отметили, мы повысили на 2,9 миллиарда рублей. И надо сказать, что в этом году фонд оплаты труда в бюджетной сфере, весь фонд оплаты труда составит 68,7 миллиарда рублей из государственного бюджета на эти цели. А поскольку в следующем году, в 2018 году мы должны достичь уже целевых показателей окончательных, то есть в основном это все знают 200% средней заработной платы в регионе. Это для врачей, имеющих высшее образование, для преподателей вузов и 100% для таких категорий, как педагогические работники в школах, детских садах, учреждениях дополнительного образования, специальных учреждениях, у работников культуры и социальных работников. И на эти цели, на следующий год, чтобы достичь показателей 200 и 100% по отношению к среднему заработной платы, по этим целевым категориям, мы предусмотреть должны 8,9 миллиарда рублей. Это достаточно значительная сумма, поскольку по разным категориям процент повышения, он будет от 4% до 33%, например, на 33% для младшего медицинского персонала. Для того, чтобы достичь вот этих показателей, а на следующий год прогнозируют, что средняя зарплата в регионе будет около 59 тысяч 800 рублей. Вот это является показателем, и такие значительные суммы. Надо отметить, что и в связи с следствием этого фонда плат труда в целом, он увеличится до 74 миллиардов из государственного бюджета. Из-за курсовой разницы мы в этом году недополучили в бюджет от нефтяных компаний налоговых поступлений. Какие прогнозы на 2018 год и подтвердили ли свои планы основные бюджетообразующие компании? Да, действительно, этот год был связан с тем, что мы на 2017 год, осенью прошлого года, на основе прогноза социально-экономического развития Российской Федерации, который подготовлен Министерством экономического развития Российской Федерации, был заложен курс рубля-долларов США на уровне 67,4. На данный момент он составляет, вы знаете, 58 рублей. То есть, в реале этот курс оказался ниже, а поскольку все-таки наши предприятия основные ориентированы на реализацию продукции экспортного направления, то, безусловно, эта зависимость от курса рубля-долларов США, она присутствует в нашей экономике. И, соответственно, по этому показателю снизились прибыли у них компаний и, соответственно, налог на прибыль. Это в этом году. Действительно, мы констатируем, если вы обратили внимание, мы при картировке снизили на 3 миллиарда 125 миллионов налоговые доходы. Это касается налога на прибыль. Необходимо отметить, что остальные налоги, налог на доходы физических, налог на имущество, они идут с теми темпами, которыми прогнозируется, то есть выше темпа. На 2018 год Министерство экономического развития Российской Федерации установило прогноз по данному показателю отношения курса рубля-долларов США на уровне 64,7. Это тоже создает неопределенные риски, поскольку сейчас мы введем 58. Это существенная разница. Тем не менее, расчеты были произведены по данному показателю на следующий год. Что касается наших основных компаний, то их деятельность производственная стабильная, нарастает. А вот как будет формироваться прибыль, которая зависит от конъюнктуры, как цен на их сырье, так и цен на курс. Это в следующем году мы будем достаточно внимательно мониторить и контролировать. С 1 января 2018 года ожидается реструктуризация бюджетных кредитов региона. Сколько средств в связи с этим Якутия сможет высвободить в следующем году? Да. Действительно, это решение, принятое президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным, значительно облегчает реструктуризацию бюджетных кредитов у всех субъектов Федерации. У республики бюджетные кредиты из федерального бюджета по соглашению с Министерством финансов России на данный момент составляют 12 миллиардов 450 миллионов. Если мы должны были в течение ближайших трех лет их прогасить, например, в следующем году мы должны были прогасить 4,5 миллиарда рублей, то сейчас та реструктуризация, которая предлагается, она предлагается на 7 лет рассрочка платежей. И первый год это 5% от суммы задолженности, второй год 5%, потом 10% и 20%. Вот такой график. Что это дает? В следующем году вместо 4,4 миллиарда мы будем гасить только 685 миллионов. Это существенная экономия привлечения в следующем году коммерческих банковских кредитов. То есть, если мы привлекаем банковские кредиты на рефинансирование бюджетных кредитов, то, конечно, ставки были бы рыночные, а ставки по бюджетным кредитам составят 0,1. Если мы в следующем году экономим 180 миллионов рублей на обслуживание государственного долга, то в 2019 году эта цифра уже составляет 540 миллионов рублей экономии по обслуживанию бюджетных кредитов. Валерий Алексеевич, а сэкономленные средства куда будут направлены? У нас есть достаточно много приоритетных направлений. Основные все-таки из них это поддержание уровня оплат труда в работе в бюджетной сфере. Это значительная сумма. Мы на этом уровне должны поддерживать весь последующий период. Выплаты всех публично-нормативных обязательств, социальные выплаты. То есть, это у нас заставляет около 50, даже чуть больше процентов именно на социальную сферу. Инициативное бюджетирование. Сейчас на слуху у нас такое словосочетание, термин. Что это значит и в каких направлениях будет реализовываться? Да. Действительно, мы с прошлого года вступили в пилотный проект Всемирного банка и Министерства финансов Российской Федерации, который на самом деле реализуется уже в 30 субъектах Российской Федерации, не первый год. В прошлом году мы выбрали 5 наших районов. Это Хангаласский, Уссалданский, Черопчинский, Илюйский, Намский Углусы. Где среди 80 поселений мы провели собрание, проект поддержки местных инициатив. То есть, население, проведя собрание, они сами выбирают, какой проект можно реализовать на территории данного поселения. Для этих целей мы выделили 32 миллиона рублей, то есть на поселение выделяется 1 миллион рублей, принцип такой. А население софинансирует минимальный объем до 3%, местный бюджет до 5% и на собрание решается, куда направить им эти средства. Чем он отличается от многих инициативных форм бюджетирования? То, что население участвует в этом конкурсе и сами определяет, какой объем софинансирования будет местным бюджетом. Кроме того, предприниматели, спонсоры могут привлекаться. И на этот 1 миллион рублей. Проект показал свою состоятельность. Было выделено 32 миллиона, а из 80 проектов представленных было отобрано порядка 50. И было потрачено 51 миллион рублей. То есть, средства населения и местные бюджеты были привлечены на 20 миллионов. В следующем году мы планируем направить на это 500 миллионов рублей среди 375 поселений. Валерий Алексеевич, благодарю Вас за беседу. Нашим телезрителям, я напоминаю, у нас в гостях был министр финансов республики Саха, Якутия Валерий Жандоров. Оставайтесь с нами, и мы обязательно обсудим самое важное. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова